Вегетарианство Полезно ли вегетарианство? Вообще это кажется самоочевидным, глядя с колокольни шестилетнего образования в Медвузе. Если кратко, это религия конченых идиотов. Also, вегетарианство это как более глобальная форма ФГМ. Отображает ФГМ, ну то есть вегетарианцев, даже не посвященных в дело Гиппократова. Если попытаться дать подробный ответ, то мои чертоги в замешательстве. Можно рассказать о теории Дарвина, об эволюционно сформировавшихся типах пищеварения или окунуться в биохимические процессы. Учитывая то, что травожуйством страдает слабая на мозг половина человечества, начнем с них. Вопрос на засыпку. Если бы от вегетарианства толстели, стали бы они рассуждать о праве скота на жевание капуски? Итак, железо. Железо необходимо для работы нашего организма. Нет, это тупо. Лучше сложно, но правильно. Железо является частью простатической группы гемоглобинов. Гем-комплексное соединение порфиринов с железом. Железо необходимо для работы гемоглобина, меоглобина, цитохромов и так далее. Оно непосредственно участвует в биохимических процессах, обеспечивающих работу клеток и органов в целом. Тут опять упростил. Железо важно. Окей. Да, железо депонируется в организме, часть задепонированного теряется, и необходимо поступление извне. А получаем мы его, естественно, только с пищей. Тут большая разница. Железо бывает не гемовое, содержащееся в растениях в свободной ионной форме. И бывает гемовое, содержащееся в тканях животных. Мясо, печень, кровь. Железо, содержащееся в растениях, всасывается организмом чуть больше, чем никак. А железо, содержащееся в хрюшках и коровках, всасывается практически полностью. В зависимости, конечно, от потребностей организма. Но я не буду вам рассказывать о регуляции всасывания железа и его потери. Итак, улутрируя и гиперболизируя, вообразим. Дамочка перестала жрать мясо. Поступление железа в организм резко снизилось. Но оно еще поступает, но в малых дозах, благодаря растительной пище. Но это ничто. И так мы можем жить годами, не ощущая никаких проблем. Но подождите, у дамочки же есть матка, а матка раз в месяц кровоточит. С кровью идет потеря железа. Таким образом, при регулярных и обильных кровотечениях и низком поступлении железа в организм, может развиться железодефицитная анемия. Не то чтобы частое явление, но если на прием ко врачу приходит вот такая мадам. Руки бледные, лицо покрыто тоналкой, имитирующей загаржалуется на хреновое самочувствие. И тонкие ломкие ногти. Доктор, я кальций Д плюс сто пятьсот пью, не помогает. Жидкие выпадающие волосенки и прочее, прочее, прочее. Тут даже анализ крови не понадобится назначать. Через стетоскоп можно услышать шум волчка, такой пермаментный. Ши-ту, ши-ту, ши-ту. И давай ей препараты из железа внутри попно назначать. Конечно же, я сильно преувеличиваю, иначе бы в учебниках по терапии был четко обозначен факт алиментарной железодефицитной анемии. Хотя у сельскохозяйственных животных это не редкость. Но это не важно. А важно то, что подобные эксперименты проводятся над организмом в отсутствии хоть какого-либо понимания его работы. Ну да фиг с ней, пусть страдает фигней. Но ведь у таких бывают мужья, а значит и бывают дети. И вот эта мамашина читается всякой ахиней и в сумасшедшей заботе начинает издеваться над ребенком. Детям нужно железо, а еще мясо это белок. Детям нужен белок. Много шикарного, первоклассного белка. Такого белка в растительной пище не бывает. А детям нужен белок. Поэтому целевой потребитель молокозаводов это дети. Есть такая болезнь, тква шарко. Сложно сказать в чем причина ее возникновения. И ясно лишь одно. Белковый дефицит. Знаете, как по мне, лучше уж и ребенок будет есть зажаренную жопу свиньи. Чем в конечном итоге окажется, что именно этой жопы ему для нормального развития и не хватало. Наверное, можно еще нагрести пару примеров важности животной пищи. Или же порассуждать о теме протеинов. Но я и так запаздываю. А ведь есть еще козырной аргумент, о котором стоит поговорить. Но ведь в растительной пище витаминки, ло-ло. Конечно же, витамины нужны. Витамины очень важны. Их, собственно, так и назвали. Из-за важности для жизни. Витта – жизнь. Амины – амины. Класс химических соединений, содержащих аминогруппу. Первые открытые витамины принадлежали именно к этому классу. Тут все просто как пять копеек. Не забывайте про овощи и фрукты. И все. Больше ничего не надо. Но вы спросите, чего же так все сбесились на этой теме? Финансовая выгода. Был такой ученый, Лайнел Полинг. Незаслуженно забытый гений. Сам Эйнштейн называл его гением. Этот великий ум открыл кучу всякого фундаментального в науке. Работы по теории химической связи, биохимия, медицина, иммунология. Студенты медвузов на первых двух курсах изучают только его открытие. И даже не понимают, что это все он в одиночку открыл. Электроотрицательность атома, индуктивность, мезомерный эффект. Помните, на уроках химии гантельки рисовали? Укладка протеинов, альфа-спираль, бета-складчатая структура. Серповидно-клеточная анемия. Это он открыл, что дело в замене одной аминокислоты на другую. Он бы получил свою третью Нобелевскую премию, если бы Уотсон и Крик не заметили его ошибку в теории строения ДНК. Великие умы совершают великие ошибки. Он предположил, что ударная доза витамина С способна лечить простуду. Он предположил, что ударная доза витамина С может вылечить рак. В общем, ошибся он. Почему он пришел к этому выводу, не знаю. Знаю только то, что у него была теория молекулярной медицины. Эта ошибка оказалась очень выгодной для фармкомпаний. Они могли продавать витамины и гарантировать исцеление от всего. И от простуды, и от ленности, и от слабоумия, и даже от зуда в анусе. Поэтому их хорошо продают. Но периодически через этот рекламный шум можно услышать в опле ученых. О том, что не все витамины можно засунуть в таблетку. Что сбивает с толку фгмнутого потребителя. Фармкомпаниям невыгодное исследование влияния излишних доз витаминов на организм человека. Поэтому мы до сих пор и не знаем, что будет адекватно при передозировке. Есть публикации энтузиастов, но это капля в море. Хотя даже эта капля кричит. Да не нужно вам этих таблеток. Просто жрите нормально. Фу, химия. Ароматизаторы идентичны натуральному. Идентичны. Химия. Фу, США нас отравить хотят. Ешьте православные огурцы. Пищевые страхи сложная тема. Ее обсуждать сил нет уже. Видя в магазинах фгмнутого потребителя, сравнивающего список ешек со списком галактической опасности, хочется взять баночку шпината и так в лоб ему со всего маху. Все было бы просто, если бы на уроках химии не рисовали на партах. В продуктах есть вещества. Естественно, химические других не бывают. Их выделяют, устанавливают, что они делают. Затем их тестируют на безопасность и добавляют в продукт. Так и получаются ешки. Можно добавить перец или же можно добавить капсицин. Только в первом случае в вашем продукте будут засушенные кусочки перца. Но в обоих случаях будет острота. Ведь сам перец и содержит капсицин. Also! Тот же самый капсицин содержится в перечных баллончиках для самозащиты. Есть и запрещенные ешки, но они запрещены для использования. Да их и в продуктах не бывает. Слишком уж дорого производить запрещенные ешки вместо разрешенных. Слишком уж много госструктур придется ради этого подкупить. И все ради чего? Чтобы запрещенные компоненты запихнуть. А! Нас же евреи, масоны, мусульмане отравить хотят. А что бы им сразу зарин, заман, табун не производить? Дешевле же выйдет. Ну это так. Паранойя православная. А есть еще анти-ГМО-идеи. Тут вообще все круто. Рассказываешь всем, что ГМО опасно. Лепишь на колбасу без ГМО. И хоп! Профит! Колбасу покупают еще лучше. А ФГМщикам ты не вдомек, что ГМО существует более 60 лет. И всех жрут. И ничего. Поразимые сорта пшеницы, наверное, не слышали. Хотя им ведь должны были на биологии это рассказывать. А, ну да. Они же на партах рисовали. Почему нам должно быть насрать, какие комбинации нуклеотидов в ДНК-кур и помидоров? Да потому что они разлагаются в пищеварительном тракте. И не несут в себе никакой специфичности. Вообще это очень большая тема. Пару лет назад я был на выступлении одного химика, который пытался объяснить аудитории, что к чему. У него ЖЖ есть. В нем он подробно раскрывает эту тему. Рекомендую. Полезно для здоровья. Не содержит ГМО. Хотя же там ЖЖ. Вам же читать придется. А еще вот сайт Кировского института молекулярной биологии. Тоже рекомендую. Тоже читать придется. Вот скрипт он. Если непонятно, соль, сода и вода генов не содержат вообще. Я не понимаю, как кто-то мог вообще такой бред вообразить себе в голову. Про содержание ГМО в презервативах, надеюсь, объяснять не надо. Собственно говоря, все это многословие я не старался отобразить апокалиптичность вегетарианства. Наш организм имеет широкие приспособительные возможности. В тяжелые времена войны, голода мы можем выжить на хлебе и воде очень долго. Рассказывая все это вам, я старался отобразить антинаучную идею и безумных, неадекватных, больных ее последователей. Которым не мешало бы все-таки взять и почитать книжки со скучными обложками. Или же просто начать заниматься спортом, чтобы жрать и не толстеть. Ребят, да не верю я в эту ахинею. Защиты прав животных нам их жалко. Вот эту всю ахинею решите кому-нибудь другому на уши. Перед вами распинался Василий Бинарович. Вы можете подписаться на канал. Вы можете поставить лайк. Вы можете написать свой комментарий. Вы можете написать, как же вы со мной согласны. Вы можете написать, какой же я мерзкий. Вы можете написать, какой же у меня пидорастичный голос. Что вы еще любите? А, конечно же, напишите, насколько же я неправ. И вы со мной не согласны. Вы живете на вегетарианстве уже 10 лет. И все прекрасно. Знаете, как говорил мой учитель под судебной медэкспертизе. Смерть нас рассудит. Вы спросите, зачем я вам это все рассказал? А не зачем. Просто так, чтобы было. Может быть, еще когда-нибудь увидимся. А, слушайте, забыл еще одну штуку. Нажел в интернете одну статейку, которая, в принципе, отображает весь мой текст, но я не знаю, как ее вставить туда. Поэтому представлю ее просто в конце ролика. Захотите, почитайте, захотите. Нет. Так что все. Та-да!